На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Нановикова и о главных темах выпуска. Превентивные меры. Все школьники Югры переходят на дистанционную форму обучения с 19 марта. На среднем уровне или выше. МЧС планирует свою работу в соответствии с объемом весеннего половодия. Секция закаливания или праздник кваса. Нефтьюганские общественники борются за гранты на воплощение своих идей. Превентивные меры. С 19 марта все образовательные учреждения Нефтьюганска переводятся на дистанционное обучение. Такое решение принято из-за угрозы распространения коронавируса. Переход на дистанционное обучение рекомендован Министерством просвещения. Образовательные учреждения, это школы, колледжи, вузы будут закрыты. Данная мера касается и дополнительного образования. Пока даты окончания карантина называют 12 апреля. Кроме того, уже с 18 марта отменяются массовые мероприятия, культурные и развлекательные, с числом участников свыше 100 человек. Массовые спортивные мероприятия также отменили в соответствии с приказом профильного департамента Югры. Так, соревнований по рыбной ловле и лыжным гонкам, которые планировали провести в ближайшие выходные, не будет. Так, с 16 марта под запретом проведения физкультурных и спортивных мероприятий на территории региона. Ограничение продлится до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой инфекции. Напомним, в эти выходные в Нефтьюганске должны были состояться два крупных спортивных события. Это закрытие зимнего сезона и соревнования по спортивной рыбалке. На сегодняшний день мероприятие отменили. Большая вода Нефтьюганску этой весной не грозит. Тем не менее, река может подняться выше среднемноголетнего уровня. Такое мнение озвучили представители МЧС на заседании комиссии по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. К чему готовиться, узнала наша съемочная группа. Исходя из толщины льда и даже количества снега, до критических отметок вода не дойдет. Так говорят специалисты ГИМС, которые руководствуются многолетними наблюдениями Росгидромедцентра. По предварительным прогнозам, поводок будет на среднем уровне. Возможно, чуть выше. По крайней мере, чрезвычайной ситуации 2015 года специалисты точно не обещают. Подтоплений не будет. Уровни будут средне-многолетние, чуть ниже. Перестраховываться в данном вопросе. Эти явления, подтопления, они сезонные, они цикличные. В среднем 10-12 лет. С прошлого, максимального уровня, не совсем максимального, но намного более среднемноголетнего уровня. В 2015 году, когда у нас озвученные мероприятия были, проводились, 10 лет не прошло. Так что, по всем прогнозам, подтоплений не будет. Но не все коллеги по МЧС так спокойны. Ведь поводок на Юганской Аби зависит не столько от нашего снега, сколько от количества осадков в других районах Сибири. На Алтае, в Новосибирске, вверх по течению Аби. В пример приводит Омск и Тюмень, которые готовятся к большой воде. Как будет организована работа гидропостов наших здесь за наблюдением уровня воды. И вопрос, как мы будем отрабатывать с теми узкими, я так их называю, местами, которые у нас по истории подтапливались. Это дороги к Садово-Городческим кооперативам, часть территорий мост-отряда. Как пояснил руководитель отдела ГОИЧС, Каждую весну на территории Нефтьюганской работают два гидропоста. Один находится на набережной, другой на базе единой дежурно-диспетчерской службы. Они ежедневно делают замеры уровня воды, отслеживая, насколько она поднялась за сутки. На территории города проблемным участком является моста-отряд. Пять лет назад он и пострадал от паводка. Вода подошла под пол восьми жилых домов при уровне протоки Юганской об 982 сантиметра. Это выше средних норм. Средняя норма у нас 750-780. При 982 сантиметра вода подошла под пол этих домов. В настоящее время эти восемь домов расселены. На случай, если вопреки оптимистичным прогнозам Юганка совсем выйдет из берегов, в городе есть аж 14 пунктов временного размещения. Это 13 городских школ и культурный центр Лира в СУ-62. Общей сложности они готовы принять до 500 человек. Инна Новикова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Секция для закаливания «Праздник кваса» и пулеметная тачанка. В Нефтьюганске проходит муниципальный конкурс социально значимых проектов. 20 некоммерческих общественных организаций подали заявки на грантовую поддержку самых разных инициатив. Военно-поисковый клуб «Долг» запросил грантовую поддержку на создание передвижного комплекса на конной тяге «Пулеметная тачанка», которую использовали в гражданскую и даже Великую Отечественную войну. Причем клуб хочет создать ее своими силами и использовать в том числе и на парадах ко Дню Победы. Тачанка у нас ассоциируется, конечно, с гражданской войной. Но это не совсем правильное понятие. Почему? Потому что конно-пулеметные расчеты, они были и во Второй мировой войне, и принимали активное участие, потому что не могла пройти техника там, где проходила конная тяга. Она участвовала в параде на Красной площади. Афганцы предлагают усилить группу «Кордон» новыми музыкальными инструментами, лабораторию социальных инноваций, открыть речевой центр для детей с диагнозом дезортрия, а местный клуб «Моржей» популяризировать закаливание среди детей. Выпустить несколько, сто экземпляров книги, книг о нашем клубе. У нас в клубе есть свои творческие люди, они написали книжку. В дальнейшем с этой книгой разместить их по всем детским учебным и школьным, и любым детским учреждениям. Потом мы с 1 ноября планируем запустить секцию закаливания для детей, которая будет абсолютно бесплатной. Также общественники предложили организовать несколько соревнований от пейнтбольных до шахматных, а Центр развития культуры, спорта и туризма «Мастерская перемен» провести 19 сентября праздник Кваса. Данное мероприятие проводится после сбора урожая, после окончания всех садоводческих сборов, после всех сборов урожая, как на новом урожае, как бы своих предков. И поддержать те традиции, которые мы до сегодняшнего дня донесли. Всего на конкурс заявились 20 общественных организаций. Общая сумма грантовой поддержки в этом году почти 3 миллиона рублей. Кто получит финансовую поддержку своих идей, определит конкурсная комиссия. Наталья Платонова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». На 30 тысяч больше правительство региона одобрило внесение изменений в документ о дополнительных мерах поддержки семей. Одно из нововведений касается югорского семейного капитала. Сумму субсидий увеличили почти на 35 тысяч рублей. До сегодняшнего дня многодетные семьи получали 116 тысяч, теперь им перечислят 150. Отметим, право на югорский капитал возникает у тех фамилий, где с 1 января этого года появится третий или последующий ребенок. Денежные средства дают через год после наступления права. Такая программа поддержки действует в регионе с 2013 года. Ей уже воспользовались более 16 тысяч семей. Большинство потратили средства на улучшение жилищных условий, остальные – на получение образования и медицинских услуг. Для тех, кто ценит качество и удобство в повседневной жизни, в «Нефтьюганске» до 22 марта работает выставка продажи тамбовского трикотажа. Уютные халаты, комфортные пижамы и стойки к стирке футболки можно приобрести с 10 утра до 9 вечера в торговом центре «Оранж Молл». Сюжет на правах рекламы далее в выпуске. Знающие покупатели уже давно оценили уровень трикотажной продукции из Тамбова. Вещи качественные, не теряют свой вид после многочисленных стирок, а главное – очень удобные. В широком ассортименте на выставке-ярмарке представлена домашняя одежда – халаты, туники, бриджи, платья самых разных расцветок и фасонов. Во сне мы проводим значительную часть жизни, поэтому правильно и комфортно одеться очень важно. На выставке есть нежные сорочки, мягкие дышащие пижамы, классических и современных моделей для всей семьи. Также на выставке представлены изделия для мужчин, спортивные костюмы и отдельно штаны и толстовки, шорты и футболки со строгим или оригинальным принтом. Конечно, в трикотажной вещи можно также одеться и для работы – кардиганы, жакеты, блузки, жилеты, юбки. Есть строгие и более эффектные фасоны. Размерный ряд тамбовского трикотажа очень широкий – от нижнего белья до курток. Выставка продажа работает каждый день с 10 утра до 9 вечера, до 22 марта включительно в торговом центре «Оранжмол». Юная нефтьюганская танцовщица Арина Ахметова снова напомнила о себе. Воспитанница театра студии современного танца стала участницей крупного хореографического фестиваля, который прошел в Москве. Фестиваль «Проба номер 4» прошел в формате обучения. Лучшие педагоги и исполнители страны давали участникам практические мастер-классы, что позволило обменяться опытом молодым танцорам. По результатам фестиваля состоялся гала-концерт, в котором Арина Ахметова приняла участие. Напомним, воспитанница нефтьюганского театра студии эстрадного танца под руководством Ирины Степановой уже выступала на большой сцене. В свою программу девушку приглашала знаменитая Илза Лиепа. А совсем недавно Арина представила наш город в телевизионном проекте «Большие и маленькие». Мужество и милосердие. Иногда у детей этих качеств намного больше, чем у взрослых. Десятилетний мальчик спас щенка. Об этом сегодня другие новости. Небольшая хорошая новость из Турции. На этих любительских кадрах – настоящая спасательная операция. Десятилетний мальчик спасает щенка, который упал в колодец с нефтью. Инцидент произошёл в Дияр-Бакыре на юго-востоке страны. Спасённого щенка мальчик отмыл в близлежащем пруду. «Мы пришли сюда и услышали шум. Посмотрели через дыру, там был щенок. Мы вызвали спасателей, они приехали и сняли плиту. Меня опустили туда за ноги, и я вытащил его и отмыл». Спасённый и отмытый щенок выглядит вполне здоровым и жизнерадостным. Его накормили, и сейчас он отдыхает. Животное, похоже, даже не поняло, что произошло. Видео того, как мальчик бесстрашно рискует собой, уже стало вирусным в сети. На сегодня это вся информация. Всего вам хорошего. До свидания.